Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы поговорим сейчас о 18 главе Евангелия от Иоанна в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. 18 и следующая, 19 глава содержат рассказ о страстях Господних, о пути на крест и, собственно, о суде и распятии Господа Иисуса Христа. Здесь Иоанн заканчивает рассказ о том, что говорилось на Тайной вечере, и переходит, собственно, к событиям. Здесь мало прямой речи, большей частью преобладает рассказ о том, что происходило вот в эти несколько суток. Еще нужно заметить, что евангелист Иоанн пишет об этом, рассказывает об этом через довольно много лет после того, как аналогичный рассказ о страстях сформировался сначала в ранней христианской среде, потому что он был востребован при совершении пасхальной службы и еженедельной евхаристии ранними христианами, поэтому он в более или менее четком виде закрепился очень рано и, может быть, даже был записан. Затем на его основе евангелисты Марк, Лука и Матфей, каждый чуть-чуть по-своему, но рассказали о этих событиях примерно одинаково. И когда евангелист Иоанн рассказывает об этом, как и обо всем, о чем он говорит в Евангелии, перед ним нет задачи, собственно, рассказать сюжет, так как рассказывают это синоптики, потому что это уже все знают и уже существуют письменные документы. Но все-таки Иоанн придерживается основной канвы событий, лишь слегка отчасти дополняя это той информацией, которая из первоначального страстного рассказа так или иначе либо выпала, либо не попала в него по тем или иным причинам. Итак, евангелист рассказывает о том, что после Тайной Вечери, после этой прощальной беседы, Иисус вместе со своими учениками уходит из Иерусалима. Тому было по меньшей мере две причины. Во-первых, потому что Пасху, пасхальную трапезу, надо было совершать в стенах Иерусалима, а ночевать в них было необязательно. И очень многие, очень многие такие группы иудеев, особенно пришедших из Галилеи, арендовали помещение буквально на несколько часов и уходили за Иерусалимские стены. Но главное, конечно, то, что Иисус и его ученики знают о судебном преследовании, о том, что ему грозит серьезная опасность ареста и знают о том, что иудейские власти вознамерились тайно, чтобы никто не заметил Иисуса арестовать и по возможности предать суду для того, чтобы это не было причиной беспорядков. Вот, за ним охотятся, поэтому по окончании тайной вечери он уходит из города, уходит в сад гефсиманский, который, впрочем, евангелист Иоанн не называет по названию. И это место, которое, как он говорит, знал Иисус и его ученики. Весьма вероятно, что далеко не в первый раз они останавливались там. Но это место знал также и Иуда, который с отрядом вооруженных людей, воинов и служителей первосвященников пришел туда для того, чтобы арестовать Иисуса. И вот, когда эта небольшая толпа вооруженной стражи пришла в гефсиманский сад, Иуда обещал им, что он укажет им в темноте, кто именно из тех людей, которых они найдут, именно Иисус, вот, найдя, наконец, Иисуса и его учеников, они приблизились к нему, и Господь задает им вопрос, кого ищете? На что эти люди все говорят, что вот да, мы ищем Иисуса Назорея. Ну, более или менее понятная ситуация ареста. Документов-то нет было тогда ни у кого. Проверить паспорт с фотографией никакой возможности не было. Поэтому они говорят, вот, мы ищем Иисуса Назорея. И дальше происходит нечто, если не странное, то во всяком случае удивительное, потому что на это Иисус отвечает им «это я», и они падают на землю, и они падают ниц. Надо заметить, что, по-видимому, храмовая стража, те люди, воины, которых привел с собой Иуда, это были иудеи, это не были римские солдаты. И для них, скорее всего, насколько вообще мы можем об этом судить через несколько переводов, его слова прозвучали как священное имя Божье. То имя Божье, о котором была речь в первосвященнической молитве, о котором Иисус говорит, что оно действительно способно сохранить нас в жизни, сделать нас живыми. И вот, видите, в греческом тексте трудно узнать всё-таки, является ли это переводом тетраграммата на священного четырёхбуквенного имени Божьего, или просто это слова, которые означают «это я» и ничего больше. Вообще говоря, за историю христианской мысли встречались толкования в данном случае очень-очень разные. Но судя по реакции, судя по тому, что храмовые служители падают ниц, падают лицами своим на землю, что, услышав эти слова, они, по крайней мере, восприняли это именно как священное имя Божье. Ну и тоже мы не сможем сейчас с вами угадать, было ли это сказано по-арамейски или по-еврейски. В конце концов, ориентироваться следует именно на реакцию стражников. Значит, в этот момент Иисус говорит им о себе, применяя к себе священное имя Божье. И поэтому они отступают в ужасе назад, произносить это имя нельзя, этот обычай давным-давно установился и падают на землю. Между прочим, стоит заметить, что в истории Ветхого Завета, в библейской культуре, это очень показательный и поучительный пример, потому что в Синайских заповедях Господь ведь говорит Моисею, не употребляя имени Божьего всуе. Отсюда, собственно, и вырос запрет на употребление этого имени всем везде, всегда, кроме первосвященника. Но сложился он, вероятно, всё же в эпоху плена или вскоре после плена. В допленных библейских текстах мы обнаруживаем, что всё-таки люди используют имя Божье, потому что Бог не запрещает его использовать, Он запрещает его использовать попусту, всуе. Оно нужно для молитвы, для того, чтобы действительно так наладить контакт с Богом. И в этом смысле стражники скорее отдают дань традиции, чем прямому запрету Божьему по его смыслу. Но всё же вот только со второго раза, когда Господь снова их спрашивает, кого вы ищете, они говорят Иисуса Назорея, и Христос отвечает им, ну, я вам уже сказал, что это я, и просит оставить в покое учеников, которые в этот момент рядом с ним находятся. Трудно быть уверенным, может быть, судя по тому, что Иисус говорит, я вам уже сказал, что это я, может быть, он как раз имел в виду просто именно эти слова, это я, а не священное имя. Но гадать не будем, а традиция христианская скорее всё же склоняется к тому, что Господь говорит о себе как о том Боге, с которым Моисей заключил завет на Синае. В этот момент его арестовывают, и евангелист Иоанн рассказывает нам о том, что там было некоторое сопротивление, Пётр выхватил меч, бросился на тех, кто пытался схватить Иисуса, и даже поранил одного из рабов. И на это вот Господь говорит Петру, не надо, вложи меч твой в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вспоминая рассказ синоптиков об этих же событиях и моления о чаше, о котором они рассказывают, говоря, что Иисус молился Отцу и говорил, «Если это, возможно, доминует меня чаша сияна, но не как я хочу, а как ты». Вот эти слова Иоанна тоже являются отсылкой к тому же самому событию, к той же самой чаше, о которой нам рассказывают синоптики. Арестованного Иисуса ведут в Иерусалим, ночью освящая путь факелами, и, по-видимому, из соображений территориальной близости ведут его не к первосвященнику, а к тестью первосвященника Анне. Этот ханан, он был незадолго до событий этих первосвященникам, но в силу некоторых политических причин, был отстранен от власти, а формальным первосвященником сделался его зять Каяфа, но Анна сохранила огромное влияние как лидер первосвященнического клана. И вот не надо думать, что там в это время было два первосвященника. Один был действующий, второй бывший, но очень влиятельный. И вот к нему-то, к ханану, и отвели Иисуса. Дальше евангелист Иоанн рассказывает о том, что всё-таки некоторые ученики пошли за ним. Если вы вспомните, есть такое краткое вскользь свидетельство Марка, который пытался следовать за учениками, завернувшись в простыню и вынужден был потом убежать. Часть учеников разбежались, но, по крайней мере, некоторые, в частности, Пётр и другой ученик, которого традиционно все отождествляют с евангелистом Иоанном, вот отправились за ним, за этой группой стражников с арестованным Иисусом во двор первосвященника, в который им удалось войти. И, собственно, здесь евангелист Иоанн практически ничего не рассказывает о суде Синедриона, опять-таки, главным образом, потому что об этом есть речь у синоптиков, а кроме того, на самом деле, уже появились в то время, как работает Иоанн, и некоторые иудейские документы, в которых тоже вскользь повествуется об этом суде Синедриона. Так вот, скорее Иоанн концентрируется на апостоле Петре и на том предсказании, которые дал ему Иисус. Пётр, он только что пытался вступиться, как-то противодействовать аресту, оказывать сопротивление законной власти. Да, но в этот момент, оказавшись во дворе первосвященника, он хочет увидеть, что будет происходить, но в то же время есть изрядный риск ареста и для него самого, и для других апостолов. Мы и после воскресения увидим, что апостолы прячутся, прячутся, опасаясь, что иудейские власти, пытающиеся раздавить это движение, как они думают, политическое и партизанское, могут арестовать и учеников Иисуса. Хотя, как оказалось, особенно никого в иудейских властях это не интересовало. Так вот, Пётр предпочёл бы остаться неузнанным, и поэтому, когда его спрашивают, «А ты, наверное, тоже из учеников этого человека?» Он говорит, «Нет, нет». Один раз, второй раз, третий раз он говорит, нет. И лишь на третий раз, когда Пётр говорит, «Нет, я не из этих людей, я не знаю этого человека», «Запил петух, и, как рассказывают нам синоптики, Пётр вспомнил о предсказании Иисуса прежде, нежели проповел петух, трижды отречёшься от меня, и исшит вон плакайся горько. И ещё в этом рассказе буквально несколько слов. Евангелист говорит о допросе, не столько даже о суде, сколько о допросе. Он рассказывает, что первосвященник спросил Иисуса об его учениках и о его учении. Ну, наверное, формально он должен был бы ответить на этот вопрос, но Бог не есть Бог формальностей. Поэтому Иисус всё-таки говорит о смысле, о содержании. Он говорит, что ты хочешь от меня узнать. Я всегда говорил явное, не говорил ничего тайного. Напомню, что, по крайней мере, с внешней стороны, иудейские власти утверждают, что они преследуют Иисуса, потому что он организовал партизанское мессианское движение, как это было со многими и многими. Там действительно с регулярностью движения планет возникали какие-то такие группы бунтовщиков, возглавляемые лидерами, иногда больше военными, чем религиозными, иногда больше религиозными, чем военными. Но, в общем, такая бунтарская группа, ставящая перед собой цель свободу народа Божьего, это было совершенно обычным. И, в общем, именно в этом и обвиняют Иисуса формально, по крайней мере, формально. И никто не говорит данной ситуации о том, что на самом деле вызвало это преследование. И вот, может быть, к этому следует отнести слова Иисуса. Я никогда ничего не говорил тайно, но всё, что я говорил, все слышали. И спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил. Иисус не соглашается на такой двухслойный разговор, который предлагает ему первосвященник, когда на поверхности речь идёт об одном, а подразумевается нечто другое. И это вызвало гнев, негодование. Один из служителей первосвященника ударил его. И тоже, видите, Иисус говорит здесь, если я не прав, тогда объясни, в чём я не прав. А если я прав, то что ты бьёшь меня? Вот здесь видно, насколько на самом деле не похоже то, как поступает Иисус, на то, как часто очень поступаем мы. Для него совершенно неважна формальная и внешняя сторона. Он всегда смотрит на суть происходящего, даже в такой драматический и трагический момент. И дальше первосвященник посылает Иисуса к Пилату, к римскому правителю, потому что в оккупированной Иудее никто, кроме римской власти законной, а в ней никто, кроме прокуратора, не имел права выносить и осуществлять смертный приговор. Это было одно из условий оккупации, или, если хотите, одно из следствий. Сами сопровождающие Иисуса, которые такой гурьбой пошли к дому Пилата, в дом Пилата не входят, потому что они ещё планируют вечером этого дня, дело происходит рано-рано, утром, на рассвете, они ещё планируют вечером есть пасхальную трапезу, а поэтому нельзя входить в дом язычника. Вот чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Они сами в дом не входят. Когда правитель Понтий Пилат, он, кстати, в Евангелии не назван прокуратором, как это делает христианская традиция, он был префектом, и тому есть свидетельства, в том числе археологические, так вот, когда Пилат вышел к этим самым первосвященникам и фарисеям, к тем людям, которые привели к нему Иисуса, он спросил их, в чём вы обвиняете этого человека, на что они говорят ему, он злодей, он злодей, если бы он не был бы злодей, мы бы тебе его не привели, и, может быть, потому, что им вовсе не хочется обсуждать с Пилатом реальные причины того, что они делают. Они хотят, чтобы Пилат утвердил смертный приговор и больше ни во что не вникал. Нам не позволяется предавать смерти никого, и за этим подразумевается, что поскольку ты можешь это сделать, вот мы хотим, чтобы ты это сделал. И когда Пилат возвращается в приторию, он спрашивает Иисуса, «Ты царь иудейский?» Может быть, потому, что где-то за строками евангельского рассказа первосвященники сказали Пилату, что он бунтовщик и называет себя царём Иудеи, может быть, потому, что почти все бунтовщики в это время и в этой земле так или иначе пытались назвать себя царём иудейским. Господь спрашивает его это, «Вот ты сам от себя говоришь, или кто-то сказал тебе обо мне?» На что Пилат спрашивает его, «Ну так что ты сделал? Я же не иудей, чтобы что-то рассуждать о царе или не царе иудейском. Что ты сделал? Почему тебя отдали первосвященники? Почему тебя привели ко мне?» И вот Господь говорит в этот момент, «Царство моё не от мира сего». Да, я царь. «Ты говоришь, что я царь» – это формулировка, которая в древности означала именно согласие. «Ты говоришь, что я царь» – в переводе на наш язык выглядело бы как «Да, это действительно так». «Да, ты совершенно точно всё сказал». «Я царь, но моё царство другое, оно не от мира сего». И Пилату он добавляет, «Если бы моё царство было от мира сего, то служители подвязались бы за меня». Но я думаю, что для нас всё же важно пытаться вслушиваться вот саму суть того, что Христос говорит, «Царство моё не от мира сего». «Это не значит, что оно не присутствует в мире, но оно другое, другое». И Господь говорит Пилату, «Я родился и пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Тоже чрезвычайно важные слова, потому что в своих размышлениях о Евангелии, о спасительном действии, которое Бог совершает во Христе Иисусе, мы часто говорим о разных других задачах, так сказать, ради которых Иисус пришёл в мир научить, избавить, спасти. Много чего мы говорим о Господе Иисусе. Сам Он о себе говорит, «Я родился и пришёл в этот мир для того, чтобы свидетельствовать об истине, не для того, чтобы там всем выкрутить руки и заставить их на коленях ползти в сторону истины, для того, чтобы засвидетельствовать, потому что свидетельство – это такая вещь, которая оставляет тебе свободу, принять его или не принять. Это важные слова, хотя они прозвучали на суде у Пилата, и, в общем, может быть, и почти по случайности были донесены до нас евангелистам. В заключение этой главы Иоанн рассказывает о том, что Пилат не счёл нужным предавать Иисуса казни, не увидел для этого достаточных причин. Важно, потому что, конечно, каждый такой правитель более или менее имел возможность для произвола, но всё-таки некоторые рамки законов и приличий существуют, поэтому вовсе Пилату не хочется быть потом обвинённым в незаконных казнях. Да и, кроме того, синоптики рассказывают нам о том, что жена Пилата обращалась к нему с просьбой о помиловании Иисуса, и вот он хочет отпустить его. Выходит к иудеям и говорит, я не нахожу в нём вины, поэтому я отпущу его, потому что обычно принято существует некоторая традиция отпускать на Пасху одного заключённого, одного устника. И вот тут поднимается крик, потому что люди, стоящие на небольшой площади, несколько сотен человек, на небольшой площади перед дворцом Пилата, по-видимому, не сами, а по наущению первосвященников и фарисеев начинают кричать, нет, не надо, отпусти нам Варавву, который точно был как раз бунтовщик и разбойник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...